Но обойтись без Евгения Сычева мы не смогли. В решении единственное всех, кто присутствовал и читал лекции на Евгения Сычевского учреждения. Спасибо. Доброе утро. Рад вас всех видеть. Тема у нас сегодня такая очень глубокая, потому что крайний тренировочный процесс тренирования в глубину. Прямо такая очень масштабная тема. Здесь очень много различных факторов, которые влияют на то, как мы сможем глубину нырять. Много от чего зависит, как у нас этот процесс будет получаться. Соответственно, как строить весь наш тренировочный процесс. Много о чем, на самом деле, можно рассказать, но можно уложиться в то время, которое у нас есть. и говорить более подробно о тех навыках, умениях, которые нам необходимо развивать для того, чтобы строить тренировочный процесс именно для ныряния в глубину. Конечно, очень хотелось бы, чтобы этот процесс был неэффективным. В первую очередь, конечно же, когда мы собираемся организировать свой тренировочный процесс, для ныряния в глубину, мы должны выбрать цель, для чего нам это нужно. Потому что, в зависимости от нашей цели, сам тренировочный процесс может капитально отличаться. Нужно взять какого-то достаточно начинающего фредайвера, который только делает, в общем-то, свои первые шаги в фредайвинге, в том числе в глубину, конечно же. Тренировочный процесс нужен как никому другому, в общем-то. Есть огромное количество недосчетов в его нырянии, над которыми нужно работать, над которыми нужно развивать, над которыми нужно тренировать. И, соответственно, его тренировочная программа и все те нюансы, над которыми нужно работать, она будет одна. Фредайвер, например, какого-то среднего уровня, уже который опыт имеет определенный, ему нужно будет тренироваться совсем по-другому, строить весь тренировочный цикл совсем по-другому. И будет совсем все иначе. Спортсмен. Это уже будет, скорее всего, опытный, либо очень опытный фредайвер, у которого уже есть огромное количество умений, навыков. Он уже много что умеет делать автоматически, во время его тренировок, соответственно, ему не нужно отрабатывать какие-то базовые навыки умения, ему не нужно будет их развивать, ему нужно будет это только поддерживать, у него будет уже работа, основном направлены какие-то специальные моменты, точно связанные с соревнованиями. Соответственно, в зависимости от этого его тренировочный процесс будет совсем другим. Плюс наше ныряние в глубину, оно очень сильно зависит от того, где мы живем, какие у нас есть возможности для тренировок. Потому что если мы тренируемся, например, и тренируем бассейновые дисциплины, динамики, статики, нам обычно гораздо проще это делать, потому что бассейны для нас, особенно для жителей России, гораздо более доступны, чем те места, где мы можем тренировать глубину, тем более делать это в каких-то комфортных условиях. Это накладывает на самом деле очень большие, естественно, ограничения на фридайверов, на то, как строить наш тренировочный процесс. Потому что, например, если кто-то живет на море, на теплом море, и имеет доступ к открытой воде, комфортно, я бы сказал, к открытой воде круглый год, это будет одна история при подготовке. Если кто-то выезжает на море очень редко, пару раз в год, и при этом остальное время доступ к бассейну, это совсем другая история, естественно, тренироваться им нужно соответственно со своими возможностями. Но если брать вообще российских фридайверов в своей массе, то только единицы, кто живет на море, с доступом к генерам. Даже те, кто живут в России на море, сталкиваются с большими сложностями, связанными с погодными условиями. И Андрей запрестил. Где-то такое запрестит один Андрей, да? Он такой ракет. Да, к сожалению. Даже если мы тренируемся где-то на открытой воде, скажем, в европейской части России, да, там озер и прочее, но не всегда это комфортно и не всегда это может быть эффективно, скажем так. Да, конечно, в определенной степени мы можем там тренироваться, поддерживать, наверное, но действительно эффективно там тренироваться и эффективно глубоко нырять, наверное, будет сложновато. Поэтому в зависимости, конечно, от цели и от наших возможностей будет очень сильно отличаться то, как мы будем тренироваться и что мы будем делать для развития наших возможностей по нырянию глубины. Ну, опять же, еще про цели, да, потому что если мы совсем фридайвер, ну, даже точно начинающий, мы просто обычный фридайвер, который хочет развить свои возможности для более комфортного, более качественного ныряния в глубину, ну, и вот тренировочный процесс может быть гораздо более комфортный, более спокойный по сравнению с тем, что будет, например, у спортсмена или просто очень такого активного фридайвера, который стремится свои результаты увеличить. Тут совсем разная будет, наверное, интенсивность, разная совсем нагрузка. Потому что, например, для фридайвера такого, скажем, репетиционного, ну, очень важно получать удовольствие от процесса, в том числе от тренировочного процесса, то есть это должно быть комфортно. Даже если мы будем тренироваться с очень умейной нагрузкой, чтобы тренировка была в комфорт, в общем-то это даст определенное развитие для того, чтобы начать нырять в глубину, более эффективно. То есть это не обязательно вот подросы нырять, это даже просто может быть какой-то такой рекреационный фридайвинг. Даже те же тренировки у бассейна специализированного, которые направлены на ныряние глубину, они могут очень здорово повысить качество вот этих самых наших нырков. То есть ты, может быть, там где-то нырнуть, посмотреть какие красивые объекты, кто-то там подводные может охотно заниматься, кто-то подводные фотографии. То есть, например, там тоже подводные фотографии очень важно, ну, конечно же, там содержать дыхание, немножко продуваться, устойчивость СО2 и очень важная координация под водой. Например, на пространстве. Чтобы что-то эффективно сфотографировать, например, нужно как-то свое тело очень четко контролировать. Это тоже все будет тренировать. Ну, давайте теперь пойдем дальше и уже более подробно поговорим о том, как мы можем, в общем-то, готовиться до глубине. У нас есть определенные качества, навыки для того, чтобы строить наш тренировочный процесс. Поговорим про них и поговорим про возможности, про инструменты и способы, как добиться этих навыков, чтобы наш тренировочный процесс все-таки, наверное, стал эффективным. Самое первое, конечно же, самое главное при нырянии в глубину – это у нас компенсация давления. Даже если вы очень успешный фридайпер в бассейне, очень далеко ныряете, очень надолго задерживаете дыхание, если у вас не получается продуваться, то ваша глубина будет ограничиваться ровно с эластичностью ваших барабанных перепон. Ну, то есть несколько километров. В этом случае, конечно, ничего хорошего с глубинным фридайвером не получится, удовольствие тоже вряд ли все этого будет. Поэтому для глубинного фридайвера самый основной навык – это компенсация давления. Очень важны, конечно же, осваиваемые техники в продувке. При этом, конечно же, в зависимости от нашего уровня эти техники могут быть разные. То есть чем глубже мы начинаем нырять, тем более специфические, более сложные техники нам следует изучать. Если мы начинаем, то кто-то совсем только начал, как вальсаль бы начал, дальше еще спортсмены. Ну, даже просто дайзинг-хензель, а потом дальше уже, может быть, морсфилд. Это все. Тема с освоением техники компенсации давления – это вообще тема как-то ни одного занятий, даже не серия занятий, это вообще может занимать на самом деле долгие-долгие годы. Чем глубже мы, наверное, ныряем, тем все это сложнее. Поэтому осваиваем техники, тренируем дальше, доводим до автоматизма все эти моменты, которые мы изучили. В этом случае наше ныряние будет эффективным, глубоким, будем как можно меньше разворачиваться по причине, что не продулись. Как нам добиться всего? Конечно же, помимо просто ныряния, конечно же упражнения на суше – тоже очень важный элемент. Сейчас очень много разных систем, как можно тренироваться на суше в плане компенсации давления. То есть, может быть, работа просто своими силами, с помощью различных тренажеров, например, там, тот же от аренд, высоту, или, потому что вы все знаете, слышали по крайней мере, он много может помочь. Ну и сейчас, действительно, много всего, чем можно заниматься на суше и развивать наши шансы. Упражнения в воде тоже в какой-то степени можем тренироваться, конечно же, и в бассейне. Тем более, если у вас есть доступ к каким-то бассейнам глубиной больше, чем два метра. На самом деле, даже совсем в бассейне небольшой глубиной можно какие-то делать тренировки, связанные с продуктом. Ну, если у вас есть возможность более глубокий, там, 10-12, если, тем более, кому-то повезло, кто-то живет в бассейне больше года, ну, это вообще здорово, в том случае тренироваться гораздо проще. Важный момент, связанный с тренировкой и, вообще, интенсацией давления, это, конечно же, то, что мы должны работать все-таки с продуктой в течение всего года. То есть, это не работает так, что если мы приезжаем на море, например, раз в год или два раза в год и занимаемся продуктой только во время наших приездов на море, ну, может быть, что-то у нас там получится, как-то мы там запрессируем до определенного момента, вот. Но, в целом, это будет, конечно, гораздо менее эффективно. Вот поэтому какую-то поддерживающую работу на суше обязательно нужно проводить в течение года, то есть сделать какие-то упражнения, даже просто продуваться. Вот, очень такой важный момент, что не надо бросать в периоды работы в бассейне и отсутствие какой-то глубокой воды в нашей жизни, да, и совсем продувкой не заниматься. Потому что есть шанс очень сильно откатиться назад, терять все эти навыки, тем более, если вы уже изучаете, даже освоили самые сложные способы продувки, у вас все получалось, потом вы на полгода уехали, не вспоминали вообще ничего. Но, когда вернетесь, скорее всего, у вас уже это может вообще не получиться. Вот, поэтому, важно, продолжаем занимаемся. Вот, следующий момент тоже, про который хотел бы сказать, это, ну, работать с продувкой, непосредственно при ныряде на воде, на глубину. Тоже очень здорово, если мы делаем упражнения, не ныряя какие-то большие глубины, тренируем продувку. Ну, понятно, что если мы приезжаем на море, скажем, на неделю, нам хочется все-таки нырять в глубину, ее, наверное, увеличивать, упражнения там будут, скорее всего, только каким-то, ну так, сбоку во время разминки, может быть, после наших глубоких нырков. Ну, тут уже зависит от нашего времени, от наших возможностей, да, нахождения на море. Вот, если же мы более-менее свободны во времени на открытой воде, то, конечно, это здорово, если мы тренируемся на умеренные глубины, какие-то серии упражнений, связанные с компенсацией давления, ну, тоже их большое количество, в самых разных там, в зависимости от вашего трения или там системы, в которых вы тренируетесь, ваше впечатление, тоже много чего есть. Вот, но тут, на что здесь следует обратить внимание, что, если мы ныряем глубиной и хотим увеличить нашу глубину, эти упражнения – это все хорошо, но нам нужно нырять и, соответственно, на какие-то большие глубины, потому что мы, даже ныряя, скажем, на выдохе, на полу-выдохе, мы не можем в полной степени сымитировать нырок на большую глубину. Вот, и здесь нужно какой-то баланс обязательно поддерживать. То есть, если мы тренируемся, делаем упражнения на нырянную глубину, мы все равно должны периодически в глубину, и нужно на большую тоже нырять, обязательно включать процесс. Потому что иногда включаются федайверы, которые мастера упражнений нас слушают, мастера упражнений на глубины, скажем, на 30 метров, а когда нужно нырять глубже, почему-то что-то у них не получается, ну, не получается, ну и вам. Вот, такой тоже вариант, не очень хороший в нашем случае. Вот, то есть глубину всегда надо увеличивать, работать. и упражнений, и обязательно глубокие ныроки тоже. Ну, сложность как раз этих наших глубоких ныроков, то что мы не можем сделать за одну тренировочную сессию, даже иногда бывает, если мы глубоко ныряем, даже в течение нескольких дней подряд мы не можем делать много глубоких ныроков. То есть, если мы уже начинаем нырять, скажем, глубже 50 метров, ну, за редким исключением это может быть один нырок в день. В зависимости, конечно, от ваших физических кондиций, от вашего состояния и так далее. Ну, в любом случае, несколько дней подряд на такие глубины нырять не получится, поэтому, то есть, может быть, конечно, получится, но вряд ли это закончится хорошо. Вот, то есть, не очень будет безопасно. И там, скорее всего, просто физически здорово можно просесть, много, в общем, негативных, может быть, последствий. Вот, поэтому делаем какие-то упражнения там, где можно делать серии, ну, и, соответственно, иногда делаем глубокие дырки. Вот, то есть, ну, компенсация давления на этом. Продолжается, в общем, работать с компенсацией давления у нас на протяжении всей нашей дайверской карьеры, если мы там абсолютно хотим развиваться. То есть, в начальном этапе это очень много работы, именно развивающий. Потом... Обычно это, спустя много лет уже происходит, когда мы добиваемся успехов в этой сфере, да, тогда это, в общем-то, более-менее поддерживающая работа остается. Ну, на самом деле, как и во многих других навыках. Вот. Ну, с продувки в целом понятны. То есть, тема эта гигантская и множество различных путей и тренировочных процессов программ, точнее, у разных тренеров по продувке и так далее. У каждого свои проблемы. А, еще хотел сделать замечание от Андрея и, кстати, у клиента, да, что если вы ныряете активно в глубину, то было бы неплохо вам все-таки посетить врача Лора, вот, чтобы понять, что у вас вообще. Да, вообще первым надо ставить. Может, вам вообще не выпредали. Ну, или бассейновый, да? Ну, потому что бывают, да, наверное, такие исключительные товарищи, которые... Ну, это даже не исключительно. Вот у стоматолога. В процентах 5-7. Будут тяжело. Семьи просто не могут быть не оперегрованные. Ну, вот, да. То есть, тут тоже такой вот момент, что какой-то небольшой процент у нас... Врач, собственно, подготовленный. Он должен знать, что смотреть. Да, очень желательно, чтобы, по крайней мере, просто не какому-то стороннему врачу, в общем, единственном, который... Пересняли его, можно ли визуал на 60 метров? Нет, ну, я решила... Нет, ну, это составляет список врачей, которые нужно посетить перед этим. Да, ну, это, кстати, не шутка вообще. Это, действительно, реальность. Это очень конкретно, да. Ну, конечно, да. Потому что я лично встречал врача Лоры, которые очень опытные, дослуженные, которые мне правильно сказали, что ты врешь, тогда вы там ныряете. Ну, окей. Вы эти кардиологи тоже обязательно. Я нескольких случаев так не знала, когда... Федайвера проверяли и прямо находили... Ну, я попозже расскажу. У нас будет прямо отдельно про здоровье и прочее. Просто компенсация давления это как бы особенно. Вот. Что в целом, вообще, прохождение медосмотра, при занятии любым видом спорта, наверное, это необходимость. Вот. То есть, специализация, там, потом уже углубленная медицинская обследование, это все очень важно. И желательно пройти перед тем, как вы собираетесь интенсивно наниматься. Ну, и дальше уже по ходу ваших занятий мы будем еще поговорить. Было бы здорово ваше здоровье контролировать. Следующий момент. Тоже очень важный. Тоже очень глубокий. При нырянии в глубину. Особенно, как вы на первых планах выходит. Техническая устойчивость. Способность к расслаблению, к самоуспокоению. На самом разном уровне нашего федайверского развития у нас могут возникать разные проблемы, связанные с нашей устойчивостью, с которыми, собственно, нужно работать. То есть, у каких-то начинающих федайверов, может быть, ментарный страх погружения в эту глубую воду. Страх того, что над нами толща воды находится. Ничего себе там полной десятиэтажный дом. Ты поставил и ты, да? Да, да, да. Ну, это реальность вообще. Что с этим делать? Как жить с этим? Опять же, просто возникновение каких-то некомфортных ощущений во время погружения. Ну, вполне себе нормально, да? Страх этих ощущений. Страх даже просто того, что неуспешность нырка, а вдруг я не продлюсь, как же мне страшно и так далее. Ну, например. Со всем этим нужно работать. Для этого тоже есть много разных инструментов для того, что есть осознанность этого, которая у нас сейчас популярна. Деконцентрация внимания тоже. Дальше, если мы уже находим на какой-то спортивный уровень, там уже все становится значительно сложнее, потому что помимо просто нашего ныряния в глубину, там когда захотим, захотим, нырнем, захотим, не нырнем, ну, где, в общем-то, мы можем находиться всегда в зоне комфорта. На соревнованиях все гораздо сложнее, гораздо выше уровень стресса. Вот. И тут уже по-хорошему сейчас работает эмоциональная волевая подготовка, но она, наверное, подразумевает все-таки работу со спортивным психологом. Потому что самому очень сложно этим заниматься. Ну, наверное, если исключение, опять же, Андрея можно вспомнить, то у нас очень высокая сама дисциплина должна быть, чтобы этим заниматься. Фактически глобальные проблемы возникают. Тут скорее, да, спортивный психолог. Ну, во многих, ну, в общем, в любом практическом виде спорта это практикуется совершенно нормально. Вот. Ну, это очень важный момент. Потому что, опять же, по сравнению даже с бассейном, где у нас тоже есть множество проблем. Вот. Примиряние глубину и чем больше. Вот. И с этим, как бы, необходимо очень часто работать. И я думаю, что практически у любого фридайвера, ну, какие-то проблемы с этим возникают, с которыми нужно работать, как бы, решать. Вот. Тоже вариантов решения множество. Поэтому, потому что тема очень глубокая. Вот. Находить какие-то, что нам нужно и над этим работать. Следующее, что тоже очень важно для ныряния глубину, как раз, потому что, ну, бассейн это вообще у нас нет. То, что мы там практически не находимся под действием давления, да. Это адаптация легких. Вот. Здесь тоже очень важно, как для самых начинающих фридайверов, так и, например, на среднем уровне, и даже для спортсменов самого высокого уровня. Ну, там же для самых начинающих будет сложность в том, что нырять глубину будет просто дискомфортно. У нас будет возникать дискомфорт, связанный с увеличением давления, желание сделать ток при погружении. Например, да, нам будет сложнее продуваться. Ну, в общем, множество таких всяких нюансов. В случае того, что если у нас легкие, недостаточно адаптированы в глубине, то есть недостаточно гибкие в данном случае, не хватает у нас специальной гибкости. Ну, нырять глубоко будет сложно, некомфортно. Ну, с этим вот. Можно работать, в общем-то, тоже это довольно-таки несложно. Просто нужно этому уделять достаточно много времени, но все это эффективно. То есть нам нужно развивать гибкость грудной дисклетки, гибкость геоправийных, то есть вдыхательных путей. На начальном этапе это, скорее, будет связано с тем, чтобы не работать в дискомфорте. Чем лучше мы начинаем нырять, здесь уже у нас поезд на один из первых планов. Ну, естественно, нам еще будет гораздо легче продуваться, тоже маловажно, потому что дискомфорт тоже, соответственно, будет связан с тем, как у нас будет получаться равное давление. Если мы, например, начинаем наш урок, умножаемся даже на небольшую гневину, и у нас возникает достаточно сильный выраженный дискомфорт, то продувку мы, скорее всего, вообще забудем, и она у нас никак не получится. И все те упражнения, которые мы совершенствовали там на суше, которые уже вроде бы делали на автомате, они у нас совершенно пропадут, ничего не будет получаться, потому что у нас только контакты возникли сильные, на которые мы вообще не рассчитывали. Ну и все, ничего не получается. То есть в этом случае как раз развиваем специальную глипкость наших лёгких, это достаточно, в начальной терапии это очень сильно улучшает качество нашего нырения в глину. Вот дальше уже выходит, помимо глипкофор, естественно, регистрация давления, но это даже, по-моему, тоже с регистрацией давления все связано. Дальше уже, ну, важный момент связан, конечно же, с безопасностью наших лёгких. Чем выше наша адаптация нырять на глубину, выше адаптация наших лёгких, все это более подвижное, гибкое, тем, соответственно, мы можем безопаснее нырять на большие глубины. Тоже очень важный момент. То есть гибкие, легкие, легче продувка и безопаснее большая глубина. То, что, в общем-то, большая часть, наверное, про травм лёгких, а почему лёгких, наверное, связано именно с тем, что у нас недостаточно наши лёгкие адаптированные на глубине, на которые мы сейчас собираемся нарядить. Ну, есть какие-то товарищи, которым не повезло, да, у них эластичный сосудов, недостаточный какой-то там глубины, даже небольшой, они даже ныряют, делают кучу упражнений, и вроде бы всё хорошо и замечательно, они там гибкие и всё такое, да, но начинают нырять и на относительно небольшой глубине у них сосуды какие-то там повреждаются. Ну, такое тоже случалось. А? Тут 30 метров. Ну, я знаю, вот, конкретно знаю спортсменов, например, который в бассейне нырял 200 метров, при этом как бы он, ну, довольно много нырял на небольшие глубины, там, скажем, 20-30 метров, занимался всем этим, то есть у него, я сам думаю, что у него вроде все подвижно, все хорошо, он всё делает, но лучше 30 метров начинается постоянно, на самом деле нескольких таких человек знаю, просто они там на протяжении пару лет, там, тройки лет попытались уже что-то делать, но не получилось, они, ну, в большей части из глубинного соревновательного даже они, да, соревновательного глубинного не дошли. То есть они как инструкторами работу продолжали, да, что-то продолжает, вот, но глубины нет. Такое тоже случается. Ну, наверное, нужно изучать это более подробно, вот, как вчера рассказывал Витамин, у нас очень мало путей, да, для того, чтобы изучить, что имени у нас происходят лёгкие, как имени, что мы там не повреждаем, вот, надеюсь, что и мы там, где-то там, дайверы. Ну, то есть, да, нам же в лёгких это ничего, ничего всё-таки в этом хорошего нету. Ну, у нас действительно недостаточно каких-то исследований на эту тему, но в любом случае это повреждение, как ни крути. И, честно говоря, я не склоняюсь к тому, что какое-то повреждение, ну, оно какое-то всё равно, наверное, последствия из этого, наверное, могут со мной сделать какое-то, ну, серьёзное, серьёзное повреждение, ну, а в лёгких травм, она может прям тяжёлая, достаточно долго можно восстанавливаться. Ну, вот, наверное, всё-таки хорошо, что вот это всё исследование, развитие, наверное, восстановление после этих травм, ребята с этим работают, это очень здорово, потому что раньше ничего такого не было, просто отдыхаешь и ничего не делаешь. Сейчас у них какие-то есть технологии, упражнения, как всё это созревать, как быстрее восстанавливаться, очень здорово. Ну, опять же, то, что вчера Витамир говорил, ну, в федерверском сообществе это постыдно, очень считалось, что, типа, так же так обжался, об этом и очень не принято говорить, что, типа, как же так. На соревнованиях, опять же, не принято об этом говорить, потому что ввели всякие дисквалификации, связанные со временем лёгких, ну, как же ты приехал на русский агент сета, на Киеве большие соревнования, и там в первые дни на тренировках обжался, а думать о том, что, допустим, на все остальные химарки, а потом в год не уготовился, или в год пихел денег, приехал, там один день посоревновался, и ты скажешь, что они дружище сел. Вот. Это, конечно, такой минус. А можно прокомментировать? Катя, пожалуйста. Ну, сначала, Дарик, то, что я к тебе хотела вопрос задать параллельно, по этой же теме. Ну, знаете, по поводу, по поводу, по поводу сквиз, да, про травму лёгких, с простая вещь именуемый обжимом лёгких, да? На самом деле, существует специальность сквиз-полиси. Точно так же, как в блок-аут-полиси, существует точно так же сквиз-полиси, который описывает, что нужно делать в медицинской, и с точки зрения дальнейшего участия в соревнованиях, для, ну, после того, как в ответ появляются симптомы про травму лёгких. Я очень признателен витамиру за то, что витамир посленно подтверждает ту теорию, в которой мы носим в последнее время, о котором я говорил, теория заключается в том, помните, что во фридайлинге повреждений изолированных практически не существует. Потому что, если, в любом случае, когда человек ныряет, даже если нет никакой клинической симптоматики, вообще ничего, то, ну, с очень большой вероятностью после определённой глубины человека всё равно изменяются процессы лёгких, да? Вы прекрасно об этом знаете, не буду вдаваться в детали, но, по крайней мере, там, вы знаете, о шум, то есть симптомы, когда появилась, накапливается жидкость и много из чего такого, о чём мы не знаем. Ну, гипоксия, само собой, всегда, в 100% случаев, образуются микробаблы, да, то есть микропузырьки, которые, опять же, могут проявиться клиническим виде симптомов декомпрессионной болезни, либо могут не проявиться. И сложная вот эта история, напомню, на которой, пока, разбираемся, не очень понятно, это влияние просто высокого давления на организм целых на периферические нервные спутники. К чему я об этом говорю, да? К чему я об этом говорю? К тому, что паратравма лёгких, в общем-то, по большому счёту, возникает всегда, с медицинской точки зрения. Если мы под понятие паратравмы подводим некие патофизиологические изменения к лёгике больших глубин. Это вот так вот. Ехали фридайверы на конференцию, набухались в автобусе, башкой об козе, как раз, когда заходили в номер. В принципе, это, в общем-то, по большому счёту. это травма. Это травма. Это травма головного мозга, просто она не имеет никакой клинической симптоматики. суть. Вот. Поэтому, точно так же, когда мы говорим об обо всех лёгких, точно так же, всегда возникают повреждения в лёгких, либо, по крайней мере, партия психологических изменений. Но как-то в этом случае, в большинстве случаев это не носит клинической симптоматики. Мы это просто не видим. А с другой стороны, отсутствие клинической симптоматики препарат травмы лёгких опять же не говорит о том, что и классические примеры. Да, ты же помнишь, когда Фин плевал кулачом в кровь. Вот на лодке сидел, и думал, что мы этого не видите. Медик будет идти. Вот что нам делать в такой ситуации? Да? Ну, что нам делать в такой ситуации? Существует совершенно чётко сквиз-полис. Так? Я сейчас не буду её приводить. Который описывает клиническую симптоматику, на основании которой можно определить тяжесть и паратравмы лёгких, и на основании тяжесть и паратравмы лёгких можно принять решение о дисквалификации атлета для последующих соревнований. Но проблема в том, что, во-первых, что, во-первых, медикал-тим, как угодно, там, джаржет, медицинский, медикал-тим, организаторы, мы не видим зачастую этой симптоматики. Почему? Да? Потому что скрывают и скрывают. Да? С другой стороны, если они даже ничего не скрывают, то это не говорит о том, чтобы разработать именно такую продвинуть. У нас сейчас есть определенные протоколы, мы сейчас используем на чемпионате, когда можно понять, по протоколу измерения сатурации в течение 25-30 минут, можно примерно понять, существует 5 лёгких 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 лёгких. А начиная с 2014 года, они очень как раз начали этим заморачиваться. И вот у них был тест, они спустя 40 минут, в течение 40 минут, ты должен пройти, проверять сатурацию, пульс. Если у тебя всё хорошо, ты свободен, после каждого нырка. Если какие-то проблемы, они проверяют, по-моему, через полчаса ещё раз, через полчаса ещё раз, в общем-то там, в течение двух часов проверяют. Если ты в течение двух часов по их нормам не восстановился по этим показателям, то есть не только сатурация, но пульс тоже, потому что если ты находишься в покое, у тебя повышенный пульс, это тоже просто показатель того, что следует и всё ладно. Если ты не проходишь по вот этих требованиям, то ты на следующий день, даже вечером, по-моему, ты идёшь на осмотр к доктору, который там слушает тебя, тоже всё это измеряет, и на следующий день, если ты, например, собираешься нырять на следующий день, и в обязательном порядке перед своим нырком точно так же проходишь все эти исследования у врача, потому что с операцией в курсе обязательно слушать лёгкий, и только врач понимает, соответственно, решение может нырять или нет. Мы пока этот протокол не внедряем для всех, потому что это требует больших ресурсов. Сколько на них было бы стартов? Там всего 40 человек, то есть стартов обычно меньше сильно, то есть, скажем, 30, может быть, чуть больше стартов. Ну вот то, о чём говорит Женя, конечно, это очень разумно. По большому счёту, если медицинская команда будет обследовать каждого ответа после НРК, в соответствии с неким протоколом, это, конечно, здорово. Вопрос, дело упирается, как всегда, во что? В тени. Вопрос, Дальше, такое количество медиков, которые могут за этим следить. Но, но, как я говорил вчера, мы не можем стоять на страже здоровья от этих руководителей. Если атлеты скрывают то, что они плохо ныряют, потому что они хотят нырять глубже, мы ничего с этим поделать не можем. Мы просто можем говорить о том, что, пожалуйста, этого не делайте. Как Витамер говорит, У него баратравма, ну я там посмотрел, мы там рентген сделали, и я решил через 3 дня, что он уже дальше нырял. Сама, нет еще? Я не хочу сказать, что он не может. Он просто так отправил своего подопечного, но ты можешь. Я не хочу сказать, что у меня появился вопрос алгоритм принятия такого решения. Может быть, это все может быстро восстанавливаться. Но почему баратравма легких? Такая все-таки история непростая. Потому что неполное восстановление после баратравмы легких существенно увеличивает риск повторной баратравмы в очереди. То есть, если не восстановился, вроде ничего, не восстановился, ныряли глубоко, то риск того, что следующая баратравма легких будет намного более тяжелая. Она очень высокая. Вспомните, Тима Чайковский в летнем. Вот ты тоже помните? Нырял, 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 пока не донырял. Помню, все время обжимался и все равно вот абсолютно удержался. Сейчас он через час в полежок все равно будет нырять дальше. Если у него будет помощь, то тяжелее, тяжелее, тяжелее. Тогда вход с баратравмой привел к тому, что он практически не нырял. Олег, а вот вопрос. Есть такое мнение, что вообще глубокий норок, связанный с адаптацией, когда кровеноседы происходят, парапотевание стенки обвела, нанесаемость на жидкой части крови плазмы, является, собственно, отеком людей. По сути, каждый любой норок – это микро-норок. Абсолютно верно. Собственно, надо об этом тоже говорить. Вот только что сказал две минуты назад, что любой норок. Как добился головой. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да-да-да. Абсолютно верно. В терминах обучения, этот процесс, он тоже немножко замалчивается, когда говорят о глубоких норках, и немножко вот эта тема, она тоже табулирована. Ну, достаточно изучен, наверное, мне кажется. Да-да-да. Но физиологически это… Правда, смотрите. Ну, во-первых, как бы, это не табулированная тема. Просто вот как мы считаем, что гипоксия, тяжелая гипоксия и, к сожалению, плэкаут, об этом я согласен с Витамиром, является неотъемлемым человеком нашего спорта. Как бы мы к этому не относились, но это так. Точно так же неотъемлемой частью погружения, задержки дыхания на существенной глубины является отек легких, как бы совершенно правильно говорить. Это не физиологические изменения, это не патофизиологические легкие, которые мы вполне можем назвать отек легких. Правильно? Но дело в том, что мы-то не знаем, что неправильно говорить. По большому счету мы не знаем, что происходит в легких, и, да, вероятно, там уже не на большие выпуски. Мы просто этого не знаем. То есть вот то, что мы предполагаем, о чем вы говорите, да, мы до сих пор ведь ищем ответ на вопрос, до сих пор ищем ответ на вопрос, как грудная беда человеком может выдержать давление до курса 13-20. Я, например, вожу с этим, я не знаю ответа на этот вопрос, мы не знаем, нет разумных объяснений. Потому что сказать о том, что полностью легкие грудно-беда, что они жидкостью заполнены, не сжимаемые, нет, так нет. Ну вот этого не бывает. За счет чего? За счет костно-мышечного каркаса тоже нереально, слишком большое количество. Мы не знаем, по сути, что там происходит. Мы можем выстроить более или менее стройную теорию, которая более или менее корректно объясняет, что там может происходить. Вот это вот максимум того, о чем мы можем говорить. Ну вот, кстати, возвращаясь к жидкости грудки, на соревнованиях, ну вообще, есть шведский врач, есть Эрика Шегатая, довольно много исследований проводила в протяжении многих лет. И вот, помню, в 2015 году конкретно на чемпионате мира многие спортсмены как раз проверяли после НРК, пусть я делала, а потом она еще до Хаб приезжала, то же самое. Вопрос как раз то, что у глубоких спортсменов, насколько я помню, профессора уже практически у всех была, но буквально спустя несколько десятков минут, если больше никаких проявлений не было, стурация, там еще все это возвращалось в норму, больше никаких следов не было. Даже в случае там достаточно сильного обжима, который проявлялся, ну вот где-то у меня был довольно тяжелый обжим, на 100 метров нырнул, и прям все это было плохо. Она предповела мне исследования, там, спустя, там, сорки он после НРК, то есть были же следы, и через день я у нее был, а она в УЗИ уже больше никаких следов у меня там не нашла. Ну, давайте вернемся все-таки к нашим тренировкам, то есть это такое уважение. Пожалуйста, Жень, я просто хотела раньше задать вопрос. Ай, скажи, пожалуйста, а есть ли какое-то мнение по поводу медикаментозной поддержки процесса адаптации легких к обжиму? А мы не знаем, что там происходит, и все, и лечение симптоматическое. Нет, я именно не по лечению, а по адаптации. То есть, что бы можно было бы такого принимать, что бы не к нему адаптации? Да, нет, что бы проще адаптировать. Условно какие-то. Такого нет. Мы уже говорим, что эти специальные упражнения являются наиболее физиологичным и, наверное, на сей момент, наиболее эффективным механизмом формирования устойчивости лёгких к аминопрагнам. Давайте тогда продолжим про наши тренировки. Вообще здесь тоже всё сводится к тому, что это очень важно. Действительно, один из первых таких важных методов, связанных с нарядной бутылкой, адаптацией наших лёгких. И здесь тоже, как и с продуктой, очень важно, что мы должны продолжать работу с людьми на протяжении всего года. То есть, не так, что мы поехали на море и начали за неделю до поездки или во время поездки делать какие-то специальные упражнения. Наверное, даже будет, скорее всего, хуже, если мы ничего не делали, а потом приехали на море, и мы уже какой-то достаточно опытный федайер. Мы приехали на море с утра и начали резко делать какие-то там дыхательные упражнения, направленные на развитие нашей гибкости лёгких. А потом идём нырять. Ну, скорее всего, таким образом всё ещё навредить можно. То есть, это всё должно продолжаться на протяжении нашего всего сезона до всего года. Иначе наша адаптация лёгких будет теряться, и нырять будет тяжёлым в общем-то. То есть, это тоже такой важный момент. Тренируемся. Если хотим нырять глубоко, тренироваться надо в течение всего сезона. Потом бросить, да? А? А потом бросить. Потом бросить. Нет, ну ты знаешь, тут тоже такой момент, что тренироваться это не значит, что мы там пашем в потере сознания. Это какое-то, ну, небольшое должно быть... Уделение времени. Да. Немножко уделять время, да, чтобы, если мы находимся не на море, и пока не собираемся доехать, мы хотя бы держать себя в тонусе должны, чтобы у нас это всё не... Женя, у тебя будет потом где-нибудь временная шкала, когда так будет практику добавлять? Нет, Наташа, у меня не будет такой шкалы, потому что я, честно говоря, долго думал над этим вопросом. И мы все очень разные. То есть, если была бы у нас тема, там, для каких-то спортсменов, которые, скажем, живут на море, да, имеют доступ к бассейлингам, криптованде, мы можем быть спортсменом, да, у которых уже много что умеют, над чем работать не нужно, только там поддерживать, да, мы можем примерно что-то прикинуть в этом духе. Если у нас есть новички, да, ну, условно, новички, да, тогда его иметь начинающие, у них будет совсем другая история. То есть, им нужно очень много времени уделять на развитие определенных навыков, с ними работать. Соответственно, это будет и по времени совсем другое. Я просто думала, что, может быть, есть какие-то тренировки, которые нужно выбирать, например, перед глубиной, не знаю, там, сильную аэрумную напряжку, да, или зал. Ну, видишь, это, нет, конечно, зал, это, тем более, в каких-то больших масштабах, непосредственно перед нырянием глубиной, это не здорово. То есть, это, конечно, да, стоит выбирать. Ну, тоже, знаешь, такая тема, наверное, отдельная получается, и смотрят ли кого и как. Персонализированные. Потому что мы все очень разные, а тем более, если берем фридайвер, фридайверы в разном уровне. Ну, просто, ну, честно говоря, тренировочный процесс, там, какого-то спортсмена высокого уровня, тренировочный процесс, фридайвера, ну, там, средненького, в мере, начинающего, у которого еще не было никаких, никакого занятий годными видами спорта. Это будет, ну, в каких-то моментах даже противоположные, вполне возможно, тренировки. Вот, поэтому, вот, даже, отвечая на этот вопрос, я думал об этом, но я не нашел, как это можно об этом рассказать, чтобы это действительно принесло в пользу. Вот, так что, пойдем дальше. Ну, следующая, тоже немаловажная у нас тема, при устоянии тренировок глубине, это толератор к капли, да, устойчивости к капликесному кадру. Такой, может быть, мы, такой момент, в котором мы иногда тренируемся в глубине, которые с глубины уделяем недостаточно внимания. Особенно, наверное, будет касаться тех фридайверов, которые, ну, не очень много тренируются в бассейне, любят тренироваться, ныряют в глубину много, а в бассейне занимается, может быть, не очень много. Все-таки, когда мы погружаемся, у нас давление увеличивается, соответственно, даже в самом начале нырка порциональное давление кислого газа у нас будет тоже, соответственно, значительно увеличиваться. А что будет происходить с дайвером? Ну, будет возникать дискомфорт, возникать желание дышать в самом начале нырка. Я думаю, что многие это могли замечать. Особенно, чем у нас интенсивнее работа, которую мы делаем в начале нырка, если мы ныряем своим ходом, особенно, если, например, мы ныряем тем стилем, в который мы ныряем не очень эффективно, в этом случае дышать нам хочется рано. Это сразу же приводит к тому, что мы не сможем расслабиться. В первую очередь, не сможем расслабиться, скорее всего, тоже не сможем эффективно выполнять потенциацию давления. С комфортного и эффективного нырка у нас в данном случае не получится. Поэтому устойчивость к СО2 очень-очень важный момент. Как мы его можем тренировать? В глубине, ныряя на открытой воде в глубину, мы вряд ли сможем эту устойчивость с ней работать. Потому что главным образом, как мы можем тренировать, это по какие-то серии с небольшим интервалом, в каком-то большом режиме. В глубину мы так и не сможем тренироваться. Потому что если мы ныряем в глубину, скажем, 20 метров с отдыхом в несколько секунд, в первую очередь мы получим, скорее всего, декабайт. Поэтому ничего эффективного у нас с этого не получится. Единственный, наверное, новый взгляд эффективный способ тренировки устойчивости и прикопни – это все-таки работа в бассейне. конкретно какие-то могут быть серии в небольшом режиме. Это может быть как ласт, так и дед ласт, в зависимости от того, что вы почитаете, какие у вас основные дисциплины и так далее. Это действительно значительно может повышать комфортность нашего норка глубину. И, соответственно, чем комфортнее ныряем, тем эффективнее норок у нас будет получаться. Но этому тоже нужно достаточно внимания уделять. И, наверное, чтобы талерантность у нас действительно повысилась, такие серии довольно, наверное, надо плавать тяжело. Ну, опять же, это в зависимости от уровня фридайвера. Потому что, если мы берем спортсмен, он может одно плавать. Начинающий фридайвер – ну, как бы, зачем эти все страдания? Фридайвер, как в начальном сапе, должен быть комфортным. В удовольствие. Ну, в удовольствие, действительно, если мы начнем заниматься, и мы все время на что-то упираемся, все время преодоление. Но есть, наверное, редкие товарищи, которым это нравится. Это как раз то, что их привлекает. Но для большинства все-таки фридайвер – это важный комфорт, удовольствие – ну, насколько это возможно. Вот, поэтому тут в зависимости от нашего уровня, нашей подготовки. Потому что, ну, даже спортсмены самого высокого уровня, какие-то серии на СО2, в бассейне плавают, регулярно плавают. Я даже сказал, достаточно много. Ну, по крайней мере, кого я знаю, сам я тоже плаваю. Вот, лично в моем случае, в этот момент, когда я стал больше внимания уделять, ну, вот именно качество с моих ногов сильно для меня улучшилось. То есть я, например, там определенная дисциплина, как раз я начал тогда рогнушки тренировать, мне они тяжело давались именно в плане комфорта. То есть я ходил вниз, это достаточно была такая дезимоинтенсивная работа, рано наступал дискомфорт, и там, когда уже фаза свободного падения начиналась, дышать хотелось, продуваться было тяжело и так далее. Вот, в какой-то момент, ну, в какой-то момент, прям, стерготная тренировка, вот, досталось ей сильно комфортнее. И тех ощущений, которые были раньше, у меня совершенно не осталось. В общем-то, сильно поменялось. Вот. Я буду перенести. Да. Хорошо. Следующее, конечно же, что нам тоже... Как далеко не ушли? Тренировки на сушу, на гиперогни. Как? Типа бежать на беговой дорожке на задержке? Я, честно говоря, вообще отношусь очень негативно к сухим тренировкам, к каким-то в виде бежать. Они должны быть спокойны. Ну, во-первых, если действительно много разных упражнений, да, и много примеров товарищей, которые очень круто ныряют, ныряли, да, которые тренировались на суше. Но все-таки и Наталья, кстати, об этом говорила, что тренировки на суше, они должны быть спокойны, в минимум. Вот. То есть не должно быть в плане бежать. То есть идти, в лучшем случае. Почему? Слушай, ну... Может, ты не отвечаешь? О-о-о, Андрей хочет. Живот репещущий. Засиделся. Ну, мы знакомы с такой тетенькой, как Баранова. Она написала еще в 2002-м, по-моему, году, когда все только начиналось. В ней есть реферат по поводу... А, да, не реферат. Только Горярская. Раз, по поводу механизмов адаптации по всей времени. Тетенька оказалась очень масштабной. В ней свой, там, институт какой-то военный подбор. И она пыталась прогнать три тысячи студентов через исследование. А исследование будет следующего характера. Умерили пульсовую волну. Гардиограмму делали. И вазоконстрикцию периферических сосудов. Вазодилатацию центральных сосудов. Оказалось, что у вот этих вот трех тысяч студентов... У студентов, наверное, курсантов... А есть какой-нибудь маркер? У нас на одну... Скажи, пожалуйста. У нас на душе. У нас на душе. А? Да ладно, на словах. Оказалось, что... Оказалось, что... Оказалось, что на начальном этапе, когда вот эти три тысячи курсантов прошли первичное исследование. Оказалось, что когда они делали статическую задержку дыхания, выявилось несколько типов реакции на гипоксию задержки дыхания. То есть первое, у нас включается механизм адаптации к гипоксии ныряния и задержки дыхания. Это у нас возникраве на гипоксию. Это позволяет централизовать кровоток, мышцы работают долг, мозгу, печени и другим органам достается больше крови, и все происходит вполне себе хорошо. Дополнительным или увеличивающим интенсивность, это является стимулом, механизмом адаптации является броникорния сердечная. Увеличивается сердечный выброс, объем крови вырастается больше, при этом сила мышечного сокращения становится больше. Соответственно, они в паре идут, как всегда. Так вот, Баранова выяснил, что вот у этих трех тысяч студентов, у части студентов не было нормального отклика, не было нормального ответа на гипоксию ныряния, на гипоксию задержки дыхания в их случаях. То есть у кого-то срабатывала хорошо броникорния, они начинали задерживать дыхание, сердце начинало замедляться, с сосудами ничего не происходило. Надо понимать, что это совокупная область. То есть если у тебя уменьшивается вазодилотацию, и происходит вазоконстрикция, то если у тебя сердце будет работать в режиме броникорнии, и будет увеличиваться сердечный выброс, то кровеносное русло будет позволять прогонять это количество крови в достаточно хорошем режиме. Если у тебя вот этот механизм совместно страдает, если у тебя броникорния включается, а сосуды не реагируют на них во все время, то есть вероятность возникновения различного рода заболеваний. Есть несколько примеров того, как на начальном этапе развития орхидайвинга очень народ увлекался сухими задержками дыхания, и у некоторых возрастало потом давление до 150, в верхней системе, до 50 мм. И оно потом, устанавливаясь на этом уровне, и не хотело опускаться вообще. Люди бросали тренировки сухие и мокрые вообще все, и только через год, через какое-то время это все спускалось и возвращалось на место. И вот у Барановой четко, у них даже своя классификация есть, о том, что реакция одних была выражена с точки зрения сосудов, очень ярко выражена у других, это было со стороны сердца. Участие это происходило одновременно, и когда эти люди тренировались, потом нам удавилось этих студентов как-то даже заставить потренироваться, и спустя полгода тренировок, их еще раз провели исследование, но уже не в таком моменте, полгода тысяча что ли выборка была. И оказалось, что у всех вот этих, кто тренировался, у них механизмы адаптации гиперсии ныряния, они примерно пришли к одному и тому же знаменателю. Казалось бы, здесь можно сказать такой вывод, что вот же, тренироваться можно, потому что тренировки на суше не предполагают точно такого же воздействия на рецептора, точно такого же воздействия в виде давления, набуждающего нерв на крупную клетку, как в воде. Соответственно, организму по сути угадать, что он задерживает дыхание, что он ныряет, довольно тяжело. И многие встречались с тем, что нырки в бассейне связаны с тем, что они могут пойти, могут не пойти. И как раз таки это связано с тем, что механизмы адаптации могут у кого-то включиться, а могут у кого-то выключиться. И часто это зависит от психического состояния, от температуры воды в бассейне, от… Чего, я умрекся? Ты нашим разумаешь, да? Короче, каждый год. Если мы начнём продолжать. Если подытожить, то вот тренировки, ну слушай, вещь вот совершенно неизученная в хорошей степени, потому что если по уму, это нужно смотреть, что происходит с сосудами, что происходит с сердцем, и если есть разобщенность, то по идее категорически нельзя это делать. Вы можете себе навредить, при том, что вы находитесь в этом самом зеленом, то нужно аккуратненько смотреть. Это было красиво, да? Да, да. Это уже полный шаг, нет? Все, начнём. Будьте осторожны с сухими задержками выходить. А если бег и… А, бег, бег… Он вообще бессмысленный. Потому что, когда ты бегаешь, у тебя не те будут напрягаться мышцы, которыми ты плаваешь. И, по сути, ты будешь тренировать совершенно другое. Ты задерживаешь дыхание, у тебя происходит за конструкцией, у вас ревотация, ты вроде бы тренируешь мышечную клетку, которая у тебя будет в глубине, но эта мышечная клетка будет отдыхать, как ты будешь грести. Поэтому вот твой бег, он… Ну, а если ты любишь страдать, то… Я лишь могу, Валене, просто напомнить, я не помню, рассказывали о тебе как раз с Наташей. Я участвовала в начальном этапе вот этого исследования. И мы делали на протяжении четырех месяцев упражнения. Она вела как бы мой дневник, и мы делали упражнения на определенную группу мышц, которые задействуются при грибке, например. И в зале я занималась, серии были медленные, учитывался пульс обязательно. И делали вот такие вот там длинные, она предлагала длинные серии, допустим, большой нагрузкой. Вот в зале, допустим, какую-то мышцу медленно накачали, но она не успела закручивать. Вот, хорошо. Вот поэтому я тут… Тренировка именно на суше – такая история, да. Они… На самом деле, как показывает практика, опять же, у нас были товарищи, которые ныряли суперглубоко, которые тренировались в малом бассейне, довольно малую глубину, но ныряли суперглубоко. Тренировались именно на суше. Но я бы сказал, это исключение из правил, и я не знаю точно, что они делали. Ну, я не знаю, как они там тренировались, что они делали. Хорошо. Есть же еще статическая задержка, да, дыхание на суше, которая, вроде бы, ну, хороша тем, что ты не рискуешь, да, ты можешь заниматься отдельно, ты должен на кровати, никаких рисков. Вот можно это покомментировать? Сейчас. Ну, вообще, мне кажется, Андрей все-таки тоже рассказал, это тоже касалось статической задержки дыхания. Да, и всего касается. Потому что по тому же Бранко делали исследование, и во вполне безопасной статике давление систорическое, вверхи, которое оно достигло трех слов. Ну, в общем, если резюбировать, у кого-то может и не выдержать. Да, если резюбировать, если есть возможность тренироваться все-таки в воде, лучше это делать в воде. Но, опять же, с бегом, ну, тем более. Мы же нырять собираемся, а не бегать. Ты же для того, чтобы бежать на расцон, ну, не вряд ли будешь технику ласта тренировать. Это безусловно. Просто, когда есть море, ты хочешь глубину, лучше, конечно, тренироваться в море, чем бассейн. А если бассейна нет, или партнера, они еще готовы тренировать, как страшно на суше или нет. Ну, если вариантов нет, то, наверное, лучше тренировать, но очень аккуратно, осторожно. Медик очень нет, и должен быть старт. Для того, чтобы механизм адаптации синхронизировались. То есть, в какой-то степени это возможно, и это в какой-то степени работает, но это нужно делать очень аккуратно. Ну, как раз про устойчивость даргипоксии, тоже, несомненно, для бредайвера это, в любом случае, очень важные тренировки и при нырянии в глубину. Но для нас это гораздо более понятно, потому что в бассейне мы тренируемся все-таки больше, и у большинства есть возможность тренироваться в каждом бассейне, поэтому лучше тренироваться именно в бассейне. А? Да, конечно. По поводу еще сульсовых зон, вот такая теория, ну, она общеизвестная, тревиальная, наверное, для кого-то, нетренированный человек или слабо тренированный, вот эти среднего курса и высокого курса тренировки для него является опасностью, потому что, то, о чем говорил Андрей, сердце может непредсказуемо среагировать, и бег с задержкой, это непонятно, прямое, собственно, воздействие на сердце, и это опасно. Простой тревиальный, да, тревиальный, да. При беге, как бы там вообще, адренист будет не понимать, что ему нужно, как сердце на это откликнется, будет тоже непонятно. Ну, как Амин назад точно говорил, что бегать вообще с задержкой дыхания не стоит, потому что это чревато главным образом проблем в сердце. Ну, циклических, там, спортсменов, занимать циклический медицпорт, там много этих всех дискуссий на тему, весовых зон, как-то там, тренировать, и прочее. Ну, для нас тоже работает, в каком-то там... Ну, просто с задержкой дыхания, в принципе, он должен падать. Но, при этом, если мы бежим, тем более, он не падает. Может, это не возникнет? Да, да, вот именно. А можно, Алина, еще? А вот как-то упускаете момент силовой подготовки? Мы еще до этого не дошлись. А как я говорю про тушу, если говорить про тушу. А если у вас дискуссия по холоду бега, или, допустим, уроки на тушу, ну, уносы, если... Ну, как-то мне, где упираются при помощи телевизорной мускулатуры. А у нас есть главная мысль, которую нужно генерировать, солнечная и сердечная мысль. Если с этой точки подсказки, конечно, можно работу выполнять уплотнения, но они всегда управляют не временем, часто иногда же уплотнение влияет, все прочее. И просто, наоборот, можно велосипед разменить, можно гребли, там... Да, это еще хотел сказать. Да, да. Это как раз и про суши, да, тоже будет. Ну, можно сказать, сколько прошла. Да, это еще... Давайте дадим докладчику закончить доклад. Да, да, да. Горячая тема. Он был бы больше раскачиваться. Срок глубины, да. Ну, рациональная техника движения. Тут тоже важный момент при нырянии в глубину. Да, по сравнению с занятиями в предайверном бассейне. Там можно заметить, что некоторые даже далеко ныряющие предайверы, ну, будут с умеренно хорошей, даже умеренно эффективной техникой. Все-таки скорость в обычном бассейне невысокая. При этом тоже, вариативность там тоже, в общем-то, может быть невысокая. То есть, в принципе, в одном темпе раскладываемся спокойно, в идеале, да, затягиваемся в течение всей дистанции. При нырянии в глубину у нас уже все сложнее, да. То есть, в определенные этапы самого нырка у нас должна быть достаточно мощная, достаточно энергичная работа. Где-то у нас должно быть там скольжение, да, там свободное падение. Потом, главное, выход от глубины тоже у нас требования к нашей работе достаточно гораздо более высокая, чем при нырянии в бассейне. Тем более, если мы рассмотрим конкретные дисциплины, где мы ныряем без ласт, ну, или в ластах, и мы посмотрим видео ведущих спортсменов, ныряющих в глубину, заметим, что они, их техника, как бы, очень неплоха. Брасланы так вообще, в общем-то, все, кто глубоко ныряет, ныряют очень эффективно, ну, иначе просто ничего не получится. Вот, в общем-то, ласты сейчас тоже. Если раньше посмотреть, некоторые товарищи, в общем-то, даже потихоречными мерками ныряли глубоко, ну, как-то там стуали, довольно коряло, то сейчас, ну, наверное, практически все, кто ныряет действительно глубоко, у них техника неплохая, ну, для предайверов. Вот, потому что мы все-таки не будем, например, брать расчет Алексея, потому что у него совсем другая подготовка, отмечают большинство других предайверов. Все-таки большинство у нас не пришли из плодных видов спорта, тем более профессионально этим не занимались. Вот, поэтому для нас, чтобы нырять в глубину эффективно, нужно, потому что наша техника будет эффективная, экономичная, ну, и вариативная тоже. При этом тренировать технику конкретно при нырянии в глубину тоже достаточно сложно. То есть уже, если мы собираемся что-то нырять куда-то глубоко, у нас уже более-менее должна быть. Поэтому работать техникой с развитием техники лучше, конечно же, в бассейне. Можно различные специализированные упражнения. Плюс еще, если мы берем ныряние в глубину, то здесь немаловажно развитие именно координации под водой. Тоже есть различные специализированные упражнения, которые нам облегчат ныряние в глубину, ныряние в глубину по тросу. Потому что уже не раз встречал ребят, которые хорошо ныряют в бассейне, никогда не ныряют на море, приезжают на море, начинают свои, так сказать, первые шаги ныряния в глубину по тросу, там, пласты, без пласты, и довольно часто возникают проблемы именно связанные с координацией. То есть уход под воду, ориентация до троса и так далее. То есть в бассейне этому внимания не уделялось, там было все просто. Тут уже все сложнее, упражнений этих не было, координация недостаточная, приходилось тратить все время на эти моменты. То есть даже представим, если ныряем до троса, тут важно идти на определенные дистанции. Если мы ныряем глубоко, мы ныряем, например, с ланьяком, если мы плывем слишком далеко от троса, мы ныряем там трос натягиваем. Это раз. Если плывем слишком близко, мы можем трос тоже либо натягивать, либо его касаться постоянно, эффективность нырка значительно будет меньше. Ну и опять же, вообще занылый ход под лоту самый такой, очень важный момент. Если он у нас неэффективный, на этом тратим много сил, теряем ослабление, дорога получает значительно неэффективный. То есть в технике нужно уделять тоже много внимания, работать с этим. При этом учитывать, что если что, это тоже ныряние в ластах. Если мы ныряем в бассейне, у нас работа в одной плоскости, вниз, вверх, то при нырянии в глубину работа уже у ластах немножко другая. Соответственно, нужно это учитывать при наших тренировках. Да, кстати, я еще в предыдущего слайда про кипоксию хотел сказать, что если вы тренируетесь в бассейне для динамики, у вас, скорее всего, всегда фаза скольжения в вашей работе есть. Обычно люди, тренирующие в бассейне, тренируются соответственно на соответствии с критикой ныряния в глубину. Поэтому, если вы готовитесь к нырянию в глубину, вам нужно учитывать, что ваша работа в глубину будет несколько другая. Даже те же тренировки в ластах, без ласт, на правильной устойчивости эпоксии, они должны быть достаточно не то, что интенсивные, но фаза скольжения у вас должна быть, у вас нет, у вас должна быть постоянная работа. Эти нюансы, связанные с работой тренировки в глубину, они должны учитываться и при тренировках. Еще один. Вперед. Как раз, наверное, то, что имелось в виду, физподготовка, это очень широкая тема. Вот как раз общофизическая подготовка, природные нагрузки. Фредайвер должен быть в хорошей форме, здоров, водор и свежий. Тут, в зависимости, конечно, от вашего тоже уровня, насколько это все должно быть серьезно, насколько плотно всем должны заниматься. просто еще общей физической подготовки на какие-то ровные нагрузки. Все это хороший способ расслабления психологического то, что вы можете заниматься каким-то другим видом деятельности спорта. Ну, кто-то любит, например, фредайвингом заниматься, велосипед, например, да, там может быть бегать, грушить, еще что-то. Ну, наверное, много разных видов деятельности спорта. Вот. Как раз, чтобы сменить направленность заниматься не все время, но фредайвингом, чем-то еще. Мы действительно можем посмотреть много спортсменов с самого высокого уровня, которые используют разные другие виды спорта для вот этого подготовки. Тут уже, как бы, на ваше усмотрение, на ваше почтение. Опять же, вся эта работа связь подготовки, конечно, тоже в целом тренера. Самому, особенно, если вы только начинаете заниматься фредайвингом и не пришли из такого вида спорта, то тут много всяких разных нюансов, что нужно все-таки, наверное, внутренним. Не просто там взять и пойти, давай просто там гореть. Все-таки нужно тоже этим всем заниматься самым. Такой вот нюанс. Ну, наверное, более глубоко в это не буду вдаваться, потому что это вообще отдельная реакция. При нырянии в глубину у нас есть еще очень важные моменты, активность, меняющиеся внешним условием. Так как все-таки, в отличие от бассейна, таких типичных условиях, где мы обычно ныряем, там разница температуры воды обычно укладывается на соревнованиях динамики, там, в два градуса. Ну, если взять это соревнование, ну, там температура воды в бассейне динамики обычно, там, от 26 до 28 градусов. То есть, как бы, реактивность там такая условная вообще есть. Ну, в Стайске, да, там, может быть, больше бассейнов, там, иногда, более теплых проводят. Ну, тем не менее, приобрести, наверное, можно относительно. Вот. Ныряние в глубину у нас обычно происходит на открытой воде. Тут условия могут быть самые разнообразные. Соответственно, нам для начала нужно учитывать это при подборе снаряжения. То есть, если мы пойдем нырять, скажем, у нас на озеро даже летом, где наверху тепло, да, тоже холодовой адаптации, скажем, нам нужно и снаряжение соответствующее. Естественно, мы ныряем там, где на поверхности тепло, или на поверхности прокладно. Нужно разное снаряжение. Опять же, очень-таки, нужно не только там толщину, костюм, а также лицевое оборудование, что тоже немаловажно. Опять же, если вы тренировали тренировки в различных условиях, начиная с того, что могут быть различные условия по температуре воды. Скажем, вы ныряете где-то в Дахабе в Шам-эль-Шейхе, где у вас температура на поверхности высокая, на глубине она может на градус отличаться, вы там ныряете, вам здорово, комфортно. А потом, вы приехали, скажем, куда-нибудь на бережи Средиземного моря, в Ницце, либо, например, в Италию тоже рядом, и у вас там на поверхности будет 5, а термоклин у вас 25 градусов на поверхности, а термоклин у вас 14 градусов. Хоп, сразу все по-другому. Я уже не говорю про наши озера, где тоже может быть лучше 30 градусов на поверхности. Чёрное море. Ну да, тоже 8 градусов, да, термоклин? Здесь все нужно работать как раз в направлении холодовой дотрации. Дальше уже, если можно пойти, да, к нашему Голубому озеру, где у нас там 9 градусов, это вообще совсем вот такая отдельная уникальная история, что на воздухе там 30 градусов температура, на воде на поверхности там 9, 11 градусов, где тоже те же 9 градусов. Как здесь подбирает снаряжение, тоже такой отдельный вопрос. Это начинается с гидрокостюма, потому что если ты надеваешь толстый гидрокостюм, трудно глубоко нырять это раз-два, если на поверхности находишься и у тебя будет жарко. Если наденешься тонкий гидрокостюм, то ты будешь мерзнуть везде, только может быть на матрасе на поверхности не будешь мерзнуть. То же самое с лицом. прибытии, например, нырять даже в черном море на поверхности все равно достаточно тепло, термоклин там есть, но это все равно немножко и другое. А если у тебя все время полный, это уже совсем по-другому. Это про температуру. Дальше тренировки в различных условиях это может касаться, например, открытого моря, волны и течения. Тоже немаловажный фактор. Сказал бы, очень важный. Потому что если мы, опять же, тренируемся где-то всегда в технических условиях, у нас всегда строго стоит трос вертикально, никаких волн нет, все хорошо и замечательно. Потом, если мы едем где-то в открытый море, даже в последний чемпионат мира на Кипре взять, это прямо открытое море далеко от берега. Волны, течения. Если у нас тренировок в таких местах нет, это может оказаться очень неприятным сюрпризом. Начиная с того, что там может укачивать, во-вторых, ты даже даже с ним не сможешь расслабиться при подготовке, потому что волны там действительно пристав иногда были очень высокие. Но, тем не менее, нырять даже приходилось. Дальше, на реальных условиях течения. Течение может быть такое, что нырять по нему можно, но, например, то, что накладывают определенные нюансы при погружении. Если раньше мы, например, работаем антенсивно, дальше в зоне свободного падения мы совершенно спокойно падаем, потом разворачиваемся, работаем до какой-то нейтрати, например, на зону плаулической, дальше мы включаем опады скольжений, если мы глубоко ныряем, груз у нас мало, мы вообще всплываем без движения, то в случае с течением нам грести придется вообще до поверхности, еще в зоне падения даже погребать придется. То есть это все придется учитывать. Если это мы не будем учитывать, нас будет относить атросы, мы тоже будем натягивать, ну и скорее всего, если мы будем заявлять что-то близкое к нашему пределу, мы просто нырок не осилим. Дальше, если мы берем совсем спортивную составляющую, то здесь нужно брать, как мы готовимся конкретно к старту, какие мы условия при стартах, как мы выходим на старт, что у нас происходит в это время. Много может быть отвлекающих факторов, например, если мы никогда так не тренировались, мы никогда ничего такого не делали, это тоже может быть для нас совершенно непривычно и непонятно. То есть, адаптивность к меняющимся внешним условиям тоже очень важно при тренировках в глубину, их много, над этим тоже стоит работать. Восстановление здоровья тоже, несмотря на то, что сказать у нас далеко, это тоже один из самых важных, конечно же, и даже самый важный, возможно, момент здоровья. Особенно при нырянии в глубину, потому что помимо эмоционального здоровья у нас еще повышен требования к состоянию нашего здоровья, нашего носа, подруга на заглотке всего вот этого, ушей, требования повышения. То есть, надо быть здоровым таким же, как человек на фото, как мальчик на фото, ниже жизнерадостным, ниже чем здоровьем. Ну, кстати, на заглотке у Леши она не такая здоровая, что там... Ну, это самый редкий случай, когда... Ну, он очень чувствителен просто, очень чувствительный, с крупой простой. А кто у нас не чувствительный из тех, кто? Читайте всю медицину. Нет, тут скорее вопрос в том, что нужно поддерживать свое здоровье на таком уровне, чтобы это нам договорялось... что здоровье у всех относительное, и вопрос в том, какой нездоровый организм, а мы все нездоровы после какого-то определенного, или вообще, в принципе, у нас все какие-то заболевания есть, просто, как я понимаю, надо поддерживать этот баланс, чтобы ты мог продолжать. Да, все верно. Вот, опять же, начнем с того, что даст адаптации к нагрузкам, то есть мы должны наши тренировки строить так, чтобы мы успевали устанавливать вообще наше восстановление, весь прогресс, точнее, у нас весь прогресс должен происходить во время именно восстановления, отдыха. То есть, если мы слишком много делаем тренировок, недостаточно у нас восстановления, то адаптации к нагрузкам не произойдет, скорее она будет в обратном направлении, работать. Мы просто будем уставать, надо восстанавливаться, иначе в одноношни будут ухудшаться, иммунитет будет снижаться, короче, нырять не сможем ни дальше, ни глубже, а скорее всего просто заболеем. Вот, то есть, очень важно следить за тем, что мы нагрузки себе даем такие, после которых мы восстанавливаем, собственно, достаточно восстановления. Сейчас важно, что хорошо кушать, ну, для тренировки мы все знают, да, что хорошо кушать. Хорошо кушать витамины. Сколько, как, чего? Знаешь, есть мнение, что витамины, вот именно витамины, которые... А мочу более здоровые? Да, и ярко. И ярко. Ну, все-таки, Жень, вот раз ты адаптация, давай фарму сюда подключи, что у вас? Я серьезно говорю, что вообще есть мнение, что натур-продукты есть. В наших условиях это сложновато, конечно, может быть, но это тем не менее. Это опасно рекомендовать какую-то фарму вообще любому человеку, в принципе, нет ни одной универсальной рекомендации. Ну, да, поэтому тут какие витамины, какие добавки, тут, наверное, что-то скажет доктор. Ну, лучше есть натуральные продукты питания. Здоровому и богатому, это понятно. Мы же сейчас пытаемся найти те моменты, которые... Нет, я, Кать, совершенно серьезно говорю, что просто нужно разнообразно и полезно питаться, да? то есть не... Да, но это понятно. Я говорю, Благодарение, Зоя, я говорю, Благодарение, ну, вот что ты ешь, что ты так планируешь? Она говорит, если честно, она же живет там на ферме у отца, она же такая девушка колхозная, и она говорит, вот там брюкву, свеклу, вот все прям с огорода, не принижать, ты не отверт, витаминки не ешь. Она говорит, вообще ничего не планирует. Ну, я не удивляю. Ну, пожалуйста, а есть ли какие-то, какой-то подбор, может быть, каких-то работ, исследований, мнений, у медицинского комитета, которые собирают именно по... Брюклу надо растить в лаборатории и слайдер. И свеклу тоже? Ну, пока ты... Смеклу в лаборатории место. Да, ну, результатом по кругу. Понятно. То есть, вот этой вот, вот этой частью добавок никто не занимался пока? Я отвечу, если можно. На выставке «Поямки» на «Юди-шоу» два года назад был отдельный стенд, не более, как называлась фармакинка компания. Они продавали наборы БАДовых, которые для подводных охотников и при дайвингах. Они назывались «Ванк ту дайвинг». Значит, у них был один реками и другой перед ногами. Вот который перед ногами он состоял из бета-аванина, л-карнитина и л-аргинина. Вот, собственно говоря, вот. Вторую банку они не стали мне дарить, поэтому я просто сфотографировалась, вы слышите, в асапах. Смотрите, насколько это реально? Понятие, понятие. Нет, меня скорее не интересуют исследования, нежели 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 Ванк ту, что вы живете, что так ныряете? Да. Жахова геталанима вообще питается, она съедает банку птичь, наверное, поэтому все помогают. Но есть ли официальные специальные препараты, с которыми применять нельзя, это допинговые есть? Да. Никаких исследований, так и более-менее серьезные, которые бы говорили о влиянии того или иного фармакологического лекарственного средства, либо биологической добавки, либо смеси биологичных добавок для результата его питания, или нет, вполне понятны причины. Этим биологически достаточно сложно такое исследование. Потому что, когда мы говорим, две минуты, да? Жень, уже закончится, презентация... А мы же идем кушать. Мы не забываем. Дело в том, да, кстати, питанист, нас интересует вопрос, чтобы такого съесть, чтобы дольше проходит. Значит, это означает, что нужно какую-то часть людей кормить вот этим вот всем, какое-то время, какую-то часть не кормить, допустим, и сравнить, как у них будут результаты прогрессировать. Причем эта выборка должна быть достаточно большого, да? У Наташи есть. Было, когда мясо, не мясо. Было, да? Делали мясо, не мясо. Кто как плывет. Поверьте мне, это очень сложно методологически. Давайте сейчас, с вашего позволения, не буду сейчас в этом никак, я вам расскажу об этом попозже. Но! Но! Смотрите, что делают обычно с так называемым косвенным критерием. Вот мы вот это поели, у нас, допустим, увеличилось содержание какого-то вещества в организме, и через это мы делаем вывод, что вследствие этого должно, должны расти результаты. Как мы по рукаву говорили. Посмотрели, какое-то вещество в мозге увеличивается, помните, и делаем вывод, что это плохо влияет, не знаю, на что, на когнитивные способности. Но это неоднозначно, не всегда вот такую цепочку можно перебросить. То есть мы можем найти определенное количество работ, большое количество работ, связанное с влиянием того или иного лекарства на средства или биологической добавки либо витамина на те или иные физиологические функции организма. И можно несколько спекулятивно перебросить цепочку к тому, что, наверное, это должно таким-то образом повысить результат. Но вот таких прямых исследований нет. Это металлический срок. Есть уже одно исследование, что ферт-плазм. Кто может проверить, там он стоп касается. Можно я вам по-русски сказать. А что это? А? Про питание. Ну давай только кратко, короче. Давай секретарь сделать. Тяжело остановиться, но обычно про питание, там очень-очень много там копий словно. Но есть современная наука о питании, которая выдвигает три очень простых постулата. Там действительно очень сложно возразить, потому что, в принципе, возразить нечего. Мы с питанием получаем энергию. Так? мы едим и получаем энергию. Если мы получаем ежедневную энергию больше, чем нам необходимо, мы плохо занимаемся спортом, но очень любим поесть. Что будет? Вы умрёте. Вы умрёте от определенного количества заболеваний, связанного с тем, что вы постоянно выедаете, в вашем организме накапливается энергия. Это первый постулат. Второй постулат говорит, что если вы потребляете энергией меньше, чем вам необходимо для движения деятельности, то вы, скорее всего, тоже умрёте от каких-то других заболеваний. Потому что вам не будет от этой энергии. Третий постулат говорит о том, что... для того, чтобы вашему организму воспроизвести, продуцировать клетку, мышечную ткань, нервную ткань, костную, потребность в микроэлементах, минералах и всего прочего, вам нужна вся объединение дерева. Вся. Только в разных пропорциях. Каких-то веществ нужно больше, каких-то меньше. Соответственно, обеспечить правильное поступление. Что можно? Разнообразное питание. Вот насколько вы можете питаться разнообразной, насколько вы пробуете питаться разнообразной. Любая диета будет приводить к перекосу поступления питательных веществ и к перекосу в пропорциях ваших облицинеделей, которые вы потребляете, и вы умрете. Шутка, конечно, но против вот этих разнообразиям можно так разнообразием свой организм? Мы не будем углубляться в чарности. Мне очень нравится вывод из вот этих вот трех постулатов. И он очень простой. Для того, чтобы вам своему организму обеспечить хорошую базу для того, чтобы он воспроизводил сам себя, не готовился к федерингу, еще почему-то, вы должны разнообразно питаться. Дальше там люди постарались и примерно прикинули, что нужно есть, как и сколько, для того, чтобы обеспечить вот эту корзину потребления, которая будет включать с этими неделями. Ну и, к сожалению, или к счастью, оказалось, что нужно питаться очень хорошо, потому что где-то человеку 75 килограмм нужно потреблять около двух с половиной тысячи килокалорий. Это достаточно много. и выясняется, что нам нужно есть хорошо, кушать хорошо, для того, чтобы всю таблицу не нелело сожрать, чтобы не брошуаться. Но, тогда мы вернемся к первому постулату, если вы много едите, вы умрите. Соответственно, возникает необходимость спорта. Вы должны много есть, много двигаться. Тогда ваш организм будет здоровый, сильный, выносливый и без всяких витаминов, потому что от витаминов тоже вам реагирует. Какие-то добавки на эту рекомендацию врачей, если они вам необходимы, по как раз дальше? я нахожусь в том возрасте, когда спасти могут только таблетки, поэтому надежда только таблетки. По поводу питания, я консультировал в Ленинградском Минии физической культуры, там были специалисты по спортивному питанию. Они писали учебники, но в советское время наука была спортивная гораздо лучше, чем отставки которые сейчас. Там специалисты, которые писали учебники. Но, они спросили, какие нагрузки есть? В том числе, какие фактические нагрузки там достаточно много сказаний. и обныли после поворотов. Думал, думал, что так гребит. Возможно, у меня, это китайская фантюра, у меня гиганты. Он сказал, 300 граммов морного мяса в день. Правда, для справки. Морное мясо это мясо, которое варится желательно свежее, а не мороженое. Варится в кипящую воду не соленое. То есть, если мы хотим бульон, мы бросаем холодную воду, солим, там все выходит в бульон, а здесь в кипящую воду бросаешь, не соленое. Соль вытягивает. Плюс, если в кипящую, сразу корочка образуется, запекается кровь, и все, что там внутри, оно стоит. Когда тренировались тоже в Среднегорье, в Киртизи ездили в Среднегорье тренировки, мне там тоже один тренер подсказал, что в Среднегорье это все решается. Нет, важно еще питаться. Нужно есть, в данном случае он предлагал хамиду, мясо тех животных тоже напуливают свой гемоглобин и миоглобин в Среднегорье это такое. Опять же, отварной метод. Вопрос мой был вообще не касающийся питания как такового, я говорила лишь о вспомогательном микроэлементах каких-то именно У нас стоять эти ингредиенты у нас должны идеально поступать и стать нет, после определенного возраста они не поступают с пищей сколько ты не ешь Да, они перестают вот Олег, может правильно нам по науке сказать, как это, они просто перестают вырабатывать цель. Женя, закончим чуть-чуть осталось, мы уже на обед опаздываем, а все конкуренции получим секцию спортивному печальнику и паузу. Мы проводили конкуренции и там выступали люди, которые с ним работали спортивными пионами, значит, с американскими сборными, которые тренировались. Они ездили тоже в среднегое, американцы, и проводили какое? Они забивали каждое утро, забивали козла, мято содержит не мороженое мято, потому что мороженое мято попадает в основном немного еще чего это тоже. с американцем и вот как раз смотрите, следующий важный момент, ребят, чуть-чуть совсем осталось, про поддержание и контроль здоровья. Так вот, если мы занимаемся спортом, здесь как раз настоятельно рекомендую перед началом наших занятий пройти медобследование, и дальше во время наших тренировок и занятий обязательно регулярно, раз в год, два раза в год проходить медицинское обследование и анализы в том числе. И дальше, если у вас есть какие-то проблемы связанные с тем, что можно решить благодаря добавкам, витаминам и прочее, это уже вам врач рекомендует. Если эти проблемы по результатам ваших анализов возникают, в этом случае окей. Так, надо, наверное, эти вопросы решать. Если у вас вы хорошо, разнообразно питаетесь и у вас все нормально и ваши эти медобследования говорят, что ваше здоровье в порядке, наверное, они все хорошо. Дальше, конечно, это сколько-то высших достижений, наверное, диету условно, то есть разнообразное питание, разнообразное. Наверное, достаточно будет. Вот. И завершу тогда, наверное, заключительно планированный тренировок. Ну, вот здесь вот такой момент, да, что, есть ли у нас где и когда тренироваться в глубине. Вообще, в идеальных условиях у нас должен быть доступ всегда к открытой воде с неограниченной глубиной и к бассейн. Потому что только тренироваться на открытой воде, конечно, возможно. У нас есть примеры, да, достаточно глубоко ныряющих товарищей, которые не тренируются в бассейне. Вот. Но у них там сразу же влезают нюансы сильно связанные с техникой. То есть они достаточно глубоко ныряют, но нельзя сказать, что они ныряют суперглубоко. Вот. Я, наверное, вот так вот сейчас на скидку очень глубоко ныряющего товарища, и то я не уверен, что он бассейн не тренируется, или там, по итальянцам, но он ныряет сезоны больше 20 лет в соревновательном режиме, поэтому это 1-200 лет. Вот. Даже там тот же Юрием Трублиш, да, живущий на Багамах, где у него бассейн, не бассейн, в глубину, можно сказать, тепличный, к аквариуму, у него дома построен бассейн для своих тренировок, где он регулярно тренируется. Удивительно, да? Ну, там была другая ситуация еще. Он строился для того, чтобы вести там полноценные курсы, и он хотел как-то сделать там базу. Это, конечно, все хорошо, но я точно знаю, что он там тренируется. Да, конечно. Вот. Притом, что он может тренироваться только на море, вообще без вопросов. Вот. И, ну, насколько я знаю, практически все глубоко ныряющие товарищи, они все равно, ну, почти все, по крайней мере, кто я знаю, тренируются в бассейне. Поэтому, при планировании ваших тренировок, даже если у вас есть такая возможность, все равно, достаточно много работы в бассейне нужно делать. Будет, наверное, наиболее эффективный, в крайней мере, подход к тренировкам глубине. Ну, и, несомненно, на открытой воде тоже нужно много тренироваться, разнообразно. Ну, здорово, да, в Европе где-то, места, где есть доступ, там, скажем, и к морю, в ленький сезон, и есть доступ к бассейнам достаточно глубоким. Как минимум, там можно себя держать в тонусе, и достаточно глубоко нырять, скажем, раз в неделю, ну, там, поехать, что-то не нырнуть, что-то не поделать, это уже будет достаточно большой плюс с тем, чтобы ничего не делать. Ну, или нырять там только в двухлитровом бассейне. Вот, поэтому, конечно, оптимально тренироваться и там, и там. Вот, в этом случае, тогда, если вы все делаете более-менее правильно, ваш тренировочный процесс к нырянию глубину будет максимально эффективным. Ну, наверное, все. АПЛОДИСМЕНТЫ